Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы поняли, сегодня у нас не будет мукбанка. Я давно вас спрашивала в своем инстаграме, хотели бы вы увидеть на моем канале видео, как я крашусь. И вы, конечно же, все ответили да. В общем, сегодня я без макияжа смотрю на себя и просто в шоке. Какой ужас! Сейчас вы поймете, что косметика творит чудеса. Первое, что я делаю, убираю волосы, потому что они будут нам мешать. Кстати, очень часто меня спрашивают по поводу моих волос, как я отрастила такую длину, что я делаю с волосами. Вот в данный момент я как бы их вообще не выпрямляла. Это вот натуральное состояние моих волос. Смотрите, какие они блестящие, ровные. Я просто помыла голову, даже феном не сушила. Естественным образом они у меня высохли, я просто их расчесала. В этом плане мне очень-очень повезло, потому что волосы у меня очень послушные. Когда я делаю кудри, они замечательно держатся. Когда я ничего не делаю, они идеально вот такие вот ровные. Ну, а на этом заканчиваются подарки природы. Лицо. Постоянные вот эти высыпания на подбородки, это, конечно, мой косяк. Кстати, у меня новые ноготочки. То есть я постоянно что-то ковыряю, выдавливаю. Я понимаю, что это делать ни в коем случае нельзя, на меня не остановить. Я не выдавливаю на лбу, потому что мне кто-то сказал, что на лбу остаются шрамы. На щеках тоже стараюсь не выдавливать. А вот здесь вот постоянно ковыряю. И в результате этого у меня здесь постоянно высыпание. Подготовила косметику. У меня такая косметичка тоже розовенькая. Точнее, у меня три такие косметички. В одной лежит моя бижутерия, в другой косметика. А в третьей, в третьей я, по-моему, кому-то подарила. Ну, в общем, не суть. Здесь, значит, средства косметики, которыми я пользуюсь каждый день. Несмотря на то, что я уже не веду косметичку на месяц, но в повседневной жизни я это использую. Так как косметики у меня много, и она лежит вот в том вот комоде. Я сюда отбираю именно то, чем я буду пользоваться в течение месяца. Любой мой макияж не обходится без тонального средства. В моем случае это Catrice Liquid Cowage Foundation. 24 часа. Вот всегда у меня так сажусь снимать видео и думаю, только бы ничего не забыть, чтобы потом не вставать. И как вы думаете, что я забыла? Я забыла зеркало. В общем, искала, искала, так и не нашла нормальное зеркало. Мы будем использовать вместо зеркала вот такую вот палетку от Makeup Revolution. Я вообще очень люблю косметику от этого бренда. Здесь вот такое вот большое зеркало, которое очень удобно в использовании. Я все вижу, все замечательно. Я не профессионал. Не надо мне писать, что я что-то делаю не так. Таким вот образом. Я люблю именно плотное покрытие, потому что на лице у меня куча недостатков, которые нужно скрывать. Также у меня есть база под макияж. Это Baby Skin от Maybelline. Я ее использую крайне редко. Мне кажется, она немножко закупоривает мои поры. Я ее использую именно тогда, когда мне макияж нужен надолго. Например, я иду на свадьбу или на какое-то серьезное мероприятие. А сейчас, на данный момент, мне просто нужно пойти кое-что купить, а потом снять видео. Поэтому макияж надолго мне не нужен. И базу я использовать в данном случае не буду. Кисточка у меня самая обычная. С Алиэкспресс. Кто-то там какими-то, знаете, бьюти-блендерами, спонжиками пользуется. Я все это дело пробовала, но для меня это не оптимальный вариант. Мне не нравится. Мне кажется, очень много тонального средства уходит непосредственно на этот спонж. Потом его мыть. Мне кажется, намного проще помыть кисточку, чем спонж. Но это, конечно, опять же на любителя, кто к чему привык. Мне удобнее именно так. Очень хорошо покрывает это тональное средство. Немножко у меня темноват, кстати. В прошлый раз, когда была у Фати, у Фати есть специальные капли, которые засветляют тональное средство от Makeup Revolution, кстати. Я совсем забыла их заказать. Она заказала, и я хотела немножко покапать в тональное средство, потом совсем забыла, когда уходила. Вот таким вот образом я нанесла тональное средство. Цвет лица выровнялся. Далее наношу консилер. У меня от Note в оттенке 0.3. Это такой холодный цвет. Знаете, некоторые консилеры прям уходят в желтый какой-то, некоторые в розовый. А этот прям имеет такой холодный подтон. Мне он очень нравится. Он небольшой. Как раз таки у меня заканчивается. Нужно прикупить новый. Распределяю это все дело пальчиком. Мне так удобнее всего. Далее мы переходим к самому главному. Это брови. У меня есть такая палетка от Catrice, которая называется The Modern Matte. Здесь есть оттенок. Вот этот вот, который идеально подходит для моих бровей. Даже его затерло до дыр. Для меня это вообще достижение, когда в тенях появляется дырочка. Моей радости нету предела. Потому что, когда я покупаю тени, я думаю про себя. Вот нахер на я их покупаю. Все равно я ими не пользуюсь. А когда в каждой палеточке есть подырочки, я понимаю, что нет. Не зря покупаю. Надо еще купить. Просто оттенок идеальный для брюнеток, я думаю, для бровей. Наношу кисточкой скошенной от Elf. Идеальная кисточка для бровей. Более плотно наношу на кончики брови. Вот здесь вот. А у основания стараюсь слегка прям пройтись, чтобы был такой натуральный эффект. Да, я не профи. Может быть, делаю что-то не так. Но это чисто, знаете, такое любительское видео. Я не снимаю видео, как надо краситься. Я снимаю видео, как это делаю я. Раньше могла спокойно, без макияжа сидеть, снимать видео. Но сейчас подписчиков стало намного больше. И появляется очень много хейта. И с другой стороны, я понимаю людей, которые выражают свое недовольство. Неприятно смотреть на человека, который в кадре не накрашенный, неопрятный. То есть я сейчас тоже, например, предпочитаю смотреть тех блогеров, которые всегда в нормальном виде. Поэтому ни в коем случае я на вас из-за этого не обижаюсь. Наоборот, стараюсь выглядеть более-менее презентабельно. Вот так вот. Я особо заморачиваться не люблю. Сколько не пытаюсь отрастить густые брови, у меня это не получается. По идее у кавказских девушек должны быть очень густые брови. Но в моем случае это большая проблема. И все это дело укладываю гелем для бровей от Art Deco. Он прям намертво укладывает брови. Этот гель мне подарила Фатя. Передаю ей огромный привет. Вот Фатя, она всегда покупает вещи, которые действительно нужны. Вот гель для бровей у меня не было. Она мне его подарила. Я вместо геля для бровей, конечно же, куплю еще 10 хайлайтеров, которых у меня и таки 20 для коллег. Далее давайте закончим с лицом. Я наношу на все лицо пудру. Смотрите, как сильно я ее люблю. Это от Catrice. Раньше вообще не использовала пудру, но в последнее время я заметила, что на видео у меня блестит лицо, когда я ее не использую, особенно летом. Поэтому это такой постоянный атрибут в моей косметичке. И так как у меня пудра всего одна, нет, у меня две пудры. Видите, как часто я ее пользуюсь, хочу добить и уже что-то другое купить. Вот так вот. Просто чисто, чтобы не блестело. Далее, значит, контуринг, хайлайтер, румяна и все такое. Я просто наношу эти румяна, потому что наносят их все. Это, значит, Sleek в оттенке Coral. 933 оттенок. Мне этот цвет идеально подходит. Они слабо пигментированы. Вот я обожаю румяна, которые слабо пигментированы. К примеру, купила новую палетку от Revolution. Вот, таких у меня, кстати, две. Подробный обзор вы можете увидеть в моем инстаграме, в IGTV. По-моему, он так называется. Что мне не нравится в этой палетке? Вот я обожаю косметику Revolution, но мне не нравится пигментация. Вот посмотрите, что за пигментация. Правда, здесь немножко эффект на камере, но они термоядерные просто. Одного касания достаточно, чтобы получить такой пигмент. Вот зачем? Вот зачем мне вот такие вот румяна? Вот такие вот, я не знаю, просто особенно вот этот вот. Может, для каких-то профи это да, must have. Но я человек, который обязательно переборщит, поэтому для меня это вообще не нужно. Итак, возвращаемся к румяна от Sleek в оттенке Coral. Вот таким вот образом наношу на щечки. Точнее, на скулы. Нравится мне румяна от Sleek. Именно пигментация на уровне. Ты не поставишь себе никакое пятно. Все это будет выглядеть красиво. А что еще нужно для счастья? Готово! Далее, значит, мой любимый косметический продукт. Вот как вы думаете, какой? Конечно же, хайлайтер. Из всей моей коллекции мой любимчик, это вот это вот сердечко от Revolution. У нас, кстати, с Фатиной мамой даже челлендж, кто быстрее закончит этот хайлайтер. Потому что у него точно такой же. Вот таким вот образом наношу на веерную кисть. И делаю вот так вот. Я не люблю еле заметное свечение от хайлайтера. Я люблю, когда его конкретно заметно. Ну а зачем наносить, если его практически незаметно? Вот так вот, девочки. Убираем в сторону. Теперь тени. У меня есть вот такая вот палетка от Essence. All About Toffee. Также у меня есть All About Grace, All About Roses, All About Nudes. Но это мне нравится больше всех. Я обожаю вот этот вот оттенок бежевого. Это как пудра какая-то плотная. Наношу на все подвижное веко. Смотрю в инстаграме на какие-то, знаете, яркие, креативные макияжи. И думаю, вау, как красиво. А потом сама себе думаю, вот я буду ходить с таким макияжем. Нет, конечно. Зачем мне тогда такие яркие тени? Раньше покупала много, сейчас уже нет. Стараюсь покупать именно то, чем я буду пользоваться. А пользуюсь я в основном какими-то матовыми тенями, нюдовыми какими-то оттенками. Больше всего у меня как раз таки уходят вот такие вот оттенки. Зачем покупать то, чем я не буду пользоваться? Хочу вообще больше видео про макияж снимать для инстаграма. Но когда я снимаю для инстаграма, все пишут в комментариях, почему не для ютуба. Я решила в этот раз снять для ютуба. Во-первых, так видео получается длиннее. Во-вторых, они смонтированы. Уже нету такой неразборчивой речи. Значит, сюда я наношу на складку века более темный оттенок, такой серый. Какого-то смоки айс у нас не будет. Все будет предельно спокойно. Я, кстати, люблю яркие помады, но почему-то вы мне пишите, что они мне абсолютно не идут. Я делаю вывод. Вывод, раз все пишут, что они мне не идут, наверное, действительно не идут. И как бы перестала в последнее время ими пользоваться. Раньше вообще постоянно смотрела бьюти-блогеров, как они покупают кучу косметики. Сейчас в последнее время уже не смотрю, потому что это побуждает меня тоже покупать косметику. Не знаю почему. Только начинает блогер хвалить какую-то пудру, какое-то тональное средство. Хоть у меня куча всего есть, я все равно иду и покупаю это. Поэтому я решила больше их не смотреть. Они плохо на меня влияют. Далее беру хайлайтер и наношу под бровь. Вот таким вот образом. Все, готово. Вот не знаю, рисовать мне стрелки или нет. Мне все говорят, что мне без стрелок намного лучше. Давайте просто нанесу тушь. Это у меня от Фиберлик. Не знаю даже, что за серия. Маскара Volume Art. Я думала, что она у меня уже закончилась. Даже Фатя сказала, вот у меня закончилась тушь. А потом обнаружила, что нет. Еще есть порох в пороховнице. Мне всегда делают комплименты, какой ты тушью пользуешься. У тебя такие длинные ресницы. На самом деле эта фишка не в туши, а в моих ресницах. У меня на самом деле очень длинные реснички. И какой бы тушью я не пользовалась. Давайте вам сблизи покажу, как я крашу реснички. Вот без ресничек как-то тупо смотрится, согласитесь. Вот сравните этот глаз и вот этот. Одно время даже думала нарастить. Но не такие прям, знаете, вееры, как иногда наращивают. Прям смешно смотреть. Я бы хотела что-то вот естественное. Вообще больше всего времени в макияже у меня уходит именно на реснички. Вот так вот у меня получилось. Что мы делаем дальше? Начинаем контурировать мой кавказский нос. Я это делаю опять же палеткой от Catrice. Она у меня просто универсальная. Здесь есть просто обалденный этот оттенок. Это, конечно же, тени. Но я их использую в качестве контура. Вот так вот отряхиваю кисточку. Остается совсем чуть-чуть. Кисть сама у меня тоже растушевочная. И делаю вот так вот. Здесь у нас вообще в Азербайджане каждая, не знаю, пятая девушка делает себе нос. Вот. И не всегда удачно. Иногда смотришь, потому что он так ужасно смотрится. Было бы, по идее, получше. Я не могу сказать, что у меня идеальный нос. И вообще он такой клевый. Но я боюсь, что он станет еще хуже. Да, он не идеальный. Но он придает мне индивидуальность. Я не такая, как все. И это круто, на мой взгляд. Сюда же мы бабахнем хайлайтер. Опять же, вот этот. Наношу на кончик. Прям чуть-чуть. И вот такую вот полосочку. Все. Готово. И на верхнюю губу. Обожаю. Его должно быть много. Должно быть видно из космоса. Далее беру тени от Мак. В таком зеленом оттенке. Единственные яркие тени, которыми я реально пользуюсь, наношу на нижнее веко. Там можно и без этого обойтись. Но мне нравится, как смотрится. Как-то необычно. По мне, очень красиво. В принципе, это все. Где-то лежит мой карандаш для губ, который я забыла. Но сейчас просто нанесу помаду. Это у меня помада от Maybelline в 146 оттенке. Обычно я без карандаша помаду не наношу. Это такое исключение из правил. Вот и все. Такой вот у меня макияж получился. Я его делала ровно полчаса. Наверное, смонтирую вам где-то до 12-13 минут. Почему я делаю такие короткие видео, я могу объяснить. Лично мне не нравится смотреть видео очень длинные. То есть, меня это раздражает. Мне жалко свое время. Поэтому и для вас я стараюсь делать видео по минимуму и вырезать какие-то неинтересные моменты. Также, кстати, хотела ответить на ваш вопрос, который вы часто задаете в комментариях. Почему отключены комментарии к последнему видео? До этого тоже были такие случаи, но в тех случаях комментарий отключал мне непосредственно YouTube. В данном случае отключил комментарий сама я. Я могу это объяснить, потому что я не успеваю читать комментарии, не успеваю вам отвечать. А, например, как зритель лично я, когда мне мой любимый блогер не отвечает на комментарии, это как-то меня демотивирует вообще писать комменты. Поэтому иногда я буду так делать, чтобы успевать всем вам отвечать. Я не знаю почему, я не знаю, что делают блогеры-миллионники, как они успевают всем отвечать. Но у меня реально очень много комментариев, и мне хочется уделить время и внимание каждому. Хотя бы поставить какой-то лайк на комментарии. А если вам нравятся вот такие вот женские видео, я в четверг буду снимать для вас влог. Уже решила. Но это будет просто, знаете, такой домашний влог. Я буду убираться в своем шкафчике, я буду отдавать сумочки своим подписчикам в инстаграме. Есть какие-то вещи, которые я не ношу. Раньше я это все выбрасывала, но потом я прочитала в комментариях, что люди пишут, что кто-то нуждается в этих вещах. Поэтому я буду предлагать своим подписчикам. Потом буду с ними встречаться и отдавать им это все. Мне кажется, так будет благородней и удобней, если вам это нужно. А вам огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Обязательно пишите свое мнение. Стоит ли снимать влоги или не стоит. И на самом деле я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эка Эмили. Всем желаю удачного дня. Всем пока.